Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем с вами прохождение Ведьмака. Напомню, что мы должны дождаться ночи и сделать как можно больше заданий. Это у нас и утопцы, и гули, и собаки. Приятного просмотра! Также будем собирать реагенты. Нам надо насобирать достаточно много денег. Чтобы, так, 8 часов, давайте 9, до 10 вечера, чтобы мы с вами могли купить книги. Нам нужны книги для исследования трав. Так, 10 часов. Все уже спят, мы выходим на работу. Правильно, что говорят, надо дома сидеть, а не по ночам лазать. Так, травы мы можем днем пособирать, поэтому давайте посмотрим. Нам надо сделать вот такой вот такой красный, отмеченный, куда нам надо бежать. Побежали! Так, я уже вижу собаку, которая нас поджидает. Будем бежать, не останавливаясь. Сейчас нас упустит. З оказание downtime, собираем штучки 3, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1,1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2,, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 3, 2, 1, В almost all of 9, 2, 1, 2. gep. Я понял нам туда, да? Да, вот там, часовин. Бегом, 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 бегом. Уже полчаса бежим. Свечечку зажим. Дальше побежали, ничего не поменялось. Собак пока нет, потому что по диске. Так, огонь собак не отгоняет, да, как мы видим? Странно обезьян, они не трогают. Могли гасли, значит, только людей любят. Нам ещё Крити надо зайти ночью, она взвала нас. И, 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 и. Ещё надо на берегу. Поэтому бежим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Убираем останки, потому что нам голову надо продавать, нам нужны деньги. Поэтому гребём всё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, нам теперь вводят. Кстати, вот многие травы стали нам известны, просто как мы их прикупили книжечку. Посмотрим. Вот она у нас. Поль вырастет. Так, голова дёргает. Я думаю, охранники разберутся с собаками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понятно. Хочешь делать хорошо, сделай сам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мы прокачиваем по часовню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понятно, охранники уже ушли останутся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С ним ласкивается. Пей, лайк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, от охранников ничего не осталось. пойдем ночами надо сидеть дома вообще не у нас в окно может быть и тот нежелательный собаки в основном убивались по времени мы вроде успеваем какая-то деньги 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 за частот они полады мы собираемся позже бежим дальше 5 собаки сразу все не могут восстать сразу так подождите на ладу попсу у нас там на 8 миллионов а если у меня с собой есть то есть во время не успевает вообще ничего не видно тоже как личное зрение работа я пока не знаю так утопцев чуть я не наблюдаю тут раз были в этот раз нет никого печально ладно бежим где наша ночь может мы опоздали пойдемте на мельницу попробуем войти понятно наверное это надо по очереди как-то делать сначала надо запалить как-то кошачье зрение даже ночью должны там есть эликсир рецепты кошка вот он надо его сделаем сейчас пойдем опять собаки убегаем опять собаки убегаем наверное пара нам говорил что лазит и выруют его товары пойдем искать ворог . у нас еще один час здесь нет так воров не вижу вижу топсу . 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 Так, вот у копца нам надо тут же пособирать, или бы их не кроль, и кровь я не помню, а, мозги по-моему. Да, мы собрали, к подобному за наградой надо будет пойти, это мы пойдем с днем. Мы бежим же дальше. Товарищи тут копы. И всех утопсов. Вартел Найн, ты не Аэн Сейдхе, но и не мерзкий Дхойне. Ты нам не враг. Мы просто заберем оружие и уйдем с миром. Это товар Хорена. Прости, Аэн Сейдхе, но я не позволю тебе и близко подойти к этим ящикам. Слушай меня внимательно, Ватхерн. В нашем отряде 20 эльфов. Наши братья страдают от голода и болезней. В этих ящиках еда, лекарства и оружие. Мы заберем их сейчас. Мы ведь не можем каждый день так близко подходить к стенам Вазимы. Я догадываюсь к чему ты клонишь. Правильно догадываешься. У нас нет выбора, но у тебя есть. Что мы будем делать? Отдать им товар? Я думаю нам не надо давать им товар, потому что нам же с Хареном еще задание надо делать. Хотя я думаю он давал нам этот квест. Я работаю на Харена. Вам придется поискать говенкарские товары где-нибудь в другом месте. Хочешь лишиться жизни из-за этого жадного Дхойны? Ты ведь не один из них? Хотя вот знаете, может лучше отдать им товары. А тогда мы не сделаем задание Харена. В принципе я не знаю как будет лучше. Наверное мы отдадим, я думаю. Нет, не будем отдавать все-таки. Да, я сам сомневаюсь. Но у нас было задание, мы должны выполнить задание. Не имеет значения. Не смей даже приближаться к этим ящикам. Мы убьем тебя, а потом Харена. Пусть ваша смерть станет уроком для всех предателей. Приходим, рады от всех людей. А, еще лучше что-то. качали отбивание зарезали гнома и двух балк зарубили только станка валяется Мечик заберем. Так, что, 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 что? Тут мы утопцы убили. Нам, наверное, надо на ту сторону. Сколько? А, уже час. Уже светает. Так, нет, 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 нет. Сейчас мы выбежим, поставим ещё одну часовеньку, а потом вернёмся. Мы должны расставить огонь, я думаю, в первую очередь. Так, и нам надо почитать книгу монстра, это глоссарь вам, вот. Гульгул, туманная туба, луксус, кости драйвера, мне надо клыки, эспоплазма, кровь гуля вот есть, значит мы знаем, что такое кровь гуля, и сможем забрать её. Бежим дальше, наберём побольше станок, плечи продадим. Останочки забираем. В следующий раз в ночь пойдём с кошачьим зрением, я думаю, так будет. Так, давайте посредине часовенька у нас осталось. Это собака, не будем бить. Будем бежать. Чёрт знает, куда мы забежали. Давай. Бончасовенька, бончасовенький, будем помидраться. Забираем останнички. Забираем. Надо преподобному сказать так, да? А что за фигня? Так, с часовника я понял, ни черта не было. Может преподобный сказал, зажги часовники и все закончится. Ничего не помогло. Теперь нам быстро надо бежать назад. Потому что уже у нас час 32 светает. Пять собаки. Собак не трогаем, нет времени. Собак не трогаем. Добавляем туда дурмана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два укра... Нам Ловчий говорил об таком дубце большом каком-то, который на том берегу он говорил, надо там посмотреть. Сейчас если идти по балазере, может и тот вылезет. Думаю стража вступится за нас, стражи пофигу. Чуть я не вижу топцев никаких. Наверное, что-то ему не так и сделали, да? Так, в склеп нам надо еще сходить. Что-то понял. Харену. Посмотрим наши задачи. Гули в склеп не надо убить, но то нужно зайти к преподобному. Так, надо преподобному идти. Я думаю, пока мы своим преподобному ничего не сможем сделать. Поэтому давайте соберем реагенты. Потом на основании реагентов сделаем зелье. И пойдем наверно в склеп, да? Наверно сейчас в склеп пойдем, чтобы утром вернуться. Пошлите в склеп. У нас масло есть от этих вампирчиков всяких правососущих. Еще нам надо какую-то найти пещеру. Нас спросил купец Леварда. Всего товарища. Поехали. Поехали. Бежали в склеп. Надо будет выпить ласточку и кошку, чтобы ночью могли что-то хоть видеть. Днем надо сказать преподобному, к Харану, мы же сделали задание. Забежим к ведьме, обязательно надо будет, я думаю, они нам дадут денежки, и за эти деньги у ведьмы мы купим книжку, которая нам нужна. Очень нельзя что-то там сказать, да, дай книжку почитать, почитал, вернул или назад продал, не хочет покупать. Продолжение следует... Гринпис, не гадует называется. Что-то беда. Ох, бешеная собака, опять делает, беда. Ох, беда. Ох, беда. Ох, беда. Ох, беда. Побежали, ой сколько тут хорошей травы, опять собак где-то. Вот как обычным людям, не ведьмакам ходить по улице. Стены смысла нет, потому что они появляются, фиг знает откуда. А разве что этих нанимать, как называются. Башни строить, а на башне ставить лучников, чтобы собаки не доставали, потому что охрана же была, ого, дай толку, собаки сожрали всех. Поэтому, я думаю, надо нанимать было бы лучников, уже есть и лирийские арбалетчики. Скорее всего, это будет дорого для горожан, и это не патроник, но выхода нет. Так, дальше приближаемся. Собираем потихонечку траву, напоминаю, мы приближаемся к склепу, нам в склепе надо убить вампиров. Точнее, у вампиров, наверное, получится оборота. У нас негативно встречают на подходе. У нас негативно встречают на подходе. У нас мест нету больше. Ладно. Я уже этот скрипт начну собирать. Так, это что-то? Место силы. Но это можно переключить в медальон. Что-то ритуал магма, сейчас зак повышен на 100%. Так, нам нужен костер с вами, обязательно. Поэтому носим с собой кремель для распала. Костер нам понадобится, чтобы мы сделали зелье. Нам нужна кошка. Ласточку. Одну, да? Ласточку мы сделали. И что-то хотел масло от призраков. Призраки. Так, это для падальщика. Вот. Нам нужно масло для падальщиков. Все. Ждем. С того. Мы пьем ласточку, пьем кошку, масло и масло. Намазываем на меч. И так. Значит, что мы делаем? Мы пьем. А где наша чайка? Чайка. А где наша чайка? Пьем. Так, масло. Так, не дадут тоже быть нормально. Давайте в склеп зайдем. Видимо, что склепит на нас нападать. Должно быть, Гулли привлек труп женщины, а смерть ее, скорее всего, наступила из-за содержимого этого флакона. Это Рита шапочка? Так, я вижу какой-то он силуэт. Я думаю, все мы видим, да? Так, значит. А где наша чайка? Неизвестный эликсир. Клин. Кошка. Пьем кошку. Запиваем ласточку. Еще давайте один выпьем. Какой там увеличивает всякие фрусики? Нет энергии, нам не надо. Белая чайка. Так, как и не надо. Фурга. Рефлекс, скорость и реакцию. Еще ряд встретить. Нам надо. Вот это да. Я не думал, что так все замедленное будет. Там, как я половремя замедляю. Вам нужно. Это да. Я не могу сытелить. Там. 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 Рейки крови просто Зрение, как я вижу, как у кошки, да, как днем Так как собрать останки, она же не спалит Мы можем только кровь собирать, значит, мы книжку не покупали и не читали, все-таки Зарик Штейнером в этом выполнили, бежим дальше Вон еще гулит За стеной где-то там Стрыг огня Так, мы видим гулевы прыгающих из земли Ага, заметили, у нас появился знак Так, мы видим гулевы прыгающих из земли Так, мы видим гулевы прыгающих из земли Ух, закончилось действие эликсира, как я понял Поэтому мы быстро поругали Так, это наш круг огня Огнем пыли, да? Да, шикарно Так, что у нас тут есть, давайте поднимемся Останки какие-то И труп есть Трупы тоже игральные кости Вроде ничего, блять, посмотрим карту Так, ну там гули какие-то, ну там закрыта дверь Так, а сможем ли мы знаком разновать? Нет, значит нельзя Так, пошлите девушку посмотрим Что у нас с трупом девушки, да? Какой-то флакон, например, да Так, а флаконы, кто нас флаконами занимает? Если это был я, надо к ведьме сходить Может она, что знает о этой девушке И к нам мы еще должны сбегать к Микуле, господа К Микуле мы должны сбегать Мы же сделали задание, мы зачистили склеп В принципе под кошкой хорошо ходить Да, то есть видно нормально Так, это враг появился Я думаю сейчас на нас нападет Он не нравится Он Brooklyn Он едет Эн Burke Он острый Дивき ? Энергии Удь Энергii Энергии Энергии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тебе надо было оставить Саламандр в покое Этот мост станет твоей могилой Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мои алхимические печи, мои сокровища Не за что, не за что Не за что, бабок давай Субтитры сделал DimaTorzok Если бы я решил остаться с Весемиром, все было бы по-другому Это самое меньшее, что я мог сделать Это я привел их сюда из-за того, что я сделал когда-то в прошлом Думаю, если бы ты знал, что я сделал DimaTorzok Думаю, я поступил бы иначе Что ж, в следующий раз, все равно Если тебе понадобятся ингредиенты для зелий. Скидка гарантирована. До встречи. Подожди, блин, не успел ничего нажать. Не стоило тебе защищать старика. Он опять начнет молоть языком. Что? Старик все болтает и болтает. У меня от него голова болит. В следующий раз отгоним его камнями. Лучше его не злить. Он очень могущественный алхимик. Ну, капитан сказал, только по пропускам. Я знаю. Завтра я буду у мельничных ворот. Там буду стоять. Будет пропуск, ищите меня там. Это самое меньшее, что я мог сделать. Если бы я бы... Что ж, тем не приходи в мой... Так, понятно. Ага. Я избавился от Гули в склепе. Вот спасибо тебе огромное, господин. Это вот месячные жалования. Эх, вот ребята обрадуются. Они хотели сокровища искать в склепе. Попробовать одну из стен. Я нашел внутри свежий труп. Молодая женщина. Гули собрались к ее трупу. Ильза? Ильза? Не может быть. Я ее любил так сильно. Имени ее я не знаю. Видимо, она отравилась. Нет. Нет. Эта злая карга отравила мою Ильзу. Ты чертова сука отрубила Ильзу. Нет. Я сожалею о твоей утрате. Но я должен узнать все о Саламандрах. У них пропуска есть, да? Оставь меня. У тебя дурной глаз. Ты приносишь черные вести. Сгинь. Не забудь сказать преподобному, что я помог тебе избавиться от этих Гулей. Прощай. Ильза. Так. Мечей надо один меч забрать. Мы сможем на спину свечить. Мечка есть или нет? Не может. Так. Нам надо идти к Харону. Бежали к Харону. Шесть утра. То есть бегаем к Харону. Потом к преподобному. Забежим сейчас по дороге в пещеру, наверное, да? Посмотрим, что у нас в пещере. Нам же надо похоронить чудного чувака. Или сейчас... Нет, сейчас бежим к Харону, а потом в пещеру. Как раз слетает. Сколько у нас еще кошка? Шесть часов будет действовать. Хорошо. И потом к ведьме обязательно идем. К ведьме нам надо купить книги. Старый спит. Ведьмак! Я убил утопцев. А еще я встретил эльфов. Эльфов? Не знаю никаких эльфов. Они ждали тебя. Кто они? Скоя Таэли, или по-нашему Белки. Юные борцы за свободы нелюдей. За содействие им тут же отправляют на виселицу. Сдашь меня, будешь болтаться со мной рядом. Я буду хранить молчание. Но если это так опасно, почему ты с ними связался? Надо же как-то зарабатывать на хлеб. Как бы то ни было, свою работу я сделал. Значит, мой товар в безопасности. Я недооценил тебя, ведьмак. Кстати, а что стало с теми эльфами? Мы повздорили. Они мертвы. Ты убил их? Их друзья, скорее всего, вернутся за товаром. Скажем им, что во всем виноваты утопцы. Меня это не касается. Мне нужны мои деньги. И расскажи мне о саламандрах. Держи золото. Саламандры? Они собирают дань жителей деревни. Посмеешь ослушаться, перережут глотку или подожгут дом. Где мне их найти? Спроси у преподобного. Он сам решит, что тебе стоит знать. Лично я бы не возражал, если бы ты с ними разобрался. Мой друг ищет одного краснолюда. Его зовут Гоок. Он из Скоэтаэли. Я поспрашиваю. Может, что-то и узнаю. Так, значит, всеми, короче, руководит и тот дед преподобный, да? Короче, и святая инфенвизиция всем руководит. Уже днём появляется. Эти ела вообще собака. Поговорить? Дальше, думаю, сходим сейчас в пещеру, куда нам сказали, что где-то под стеной. Да, думаю, с той стороны мы туда же ещё не бегали. Вот туда. Бегаем, посмотрим, что там. Так, нам надо ещё найти какого-то гуля, по-моему, лицементера. Я не знаю, что называется. Это нам сказал Овчи. И у Гоокса научу нам его найти. Так, что у нас тут? Что у нас, кстати, есть? Попадальщик. Что-то смотрим, что у нас тут. Допищился. Так, что-то слышал? Охренеть! Какая-то лоза с костями людскими. Так, ещё слышу, где-то, 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 где-то. Ещё одна. Ещё одна. Вот она. И вон ещё одна. Что-то, где-то, где-то. хух это жесть какая-то откуда их там 5 6 7 штук где-то так и нас есть похавать ягоды так он у нас не ездил как поесть ласточка закончилась так там около 6 7 этих лос с поднимем жизнь пойдем опять но должны зарубили на просто и как-то поднимать высекать дофига него а а Налее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, проехал только что у меня, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 человеческие остатки вот он похоронить нас у нас по времени 8 утра что к преподобному так преподобному надо сходить с ним поговорить зайти в таверню к алькштейну сдать и поговорить с ведьмой еще надо поговорить с ловчим потому что я не знаю где искать большого этого называл цементр или что говори быстро я отнес вечный огонь во все часовни ты лжешь зверь все еще преследует нас я же говорил тебе что это не сработает где моя плата ах да твоя плата должно быть проклятье сильнее чем я думал нет сомнений что причина это ведьма абигайл она злая женщина ведьма может быть она сможет рассказать нам больше ты хочешь связаться с этой безбожной шлендрой это она натравила на нас зверя и все прочие бедствия тоже возможно но все равно я хочу сперва с ней поговорить мы должны узнать откуда пришел зверь узнай правду и возвращайся ко мне так и сделаю за 300 уринов мы бедная община могу предложить только двести пусть так я бы хотел похоронить человека в склепе под церковью ты возжег вечный огонь я тебе благодарен спасибо внутри склепа лежит полуразрушенный саркофаг он тебе подойдет полуразрушенный ты бы предпочел выкопать яму в лесу хорошо годится и саркофаг кого говорят церковь вечного огня платит за утопцев если предоставишь доказательства что ты их убил вот голову утопцев где моя награда держи и да светит твой путь вечный огонь так и так и так что у нас по деньгам 700 монет мол говорит я хочу войти в город но мне понадобится пропуск знаешь что нибудь про такой преподобный такие пропуска только у рыцарей ордена но как капеллан вечного огня я получил один такой на хранение могу я его получить ты чужак бродяга ты с ума сошел у меня идем храм на похороним человека алтарь давайте украдем что-нибудь винишко как это призрак появился помнишь меня белый волк помню вы преследовали меня ты и твоя призрачная свита я по-прежнему этим занимаюсь хотя слово преследовать не слишком верно отражает суть зачем чтобы исполнилось предназначение предположим я тебе верю и какое же мое предназначение у меча предназначение два острия одно из них ты другое сколько можно болтать призрак говори что тебе нужно или проваливай если бы я не знал тебя волк я бы решил что за грубостью ты прячешь страх и сомнение оглядывайся иногда я всегда буду идти по твоему следу ты смеешься над предназначением ты не принимаешь его всерьез у меча предназначение два острия одно из них ты другое смерть но это умираем мы умираем из-за тебя смерть не может поймать тебя поэтому забирает нас смерть преследует тебя идет по твоим следам белый волк но умирают всегда другие из-за тебя нини а а а а а а а красный метеорит повреждение плюс 15 так красный метеорит это кузнецу он сказал руду ему найти и теоритная руда так он как поперло просто так друзья мы бежим к лопчему нам надо к лопчему добежать поговорить с лопчем кстати собираем все обязательно думаю надо пособирать а потом кому-нибудь продать а а а милость грязи навозят местьяна а как не грозно по ночам делает вот наш огонь говорит что мы запаливаем а вода там кстати есть пещер мы сейчас будем сначала к охотникам королевскому лучшему главный королевский ничей набрал на полу приветствую тебя можешь рассказать мне побольше про чудища на берегу озера только то что она охотятся по ночам и убивает людей как выглядит создание из гробницы может это обычный гуль но кто его знает сам увидишь прощай так значит ночью нам все равно надо идти искать этого утопца и гуля искать наверное мы них не нашли надо не все послали может вот тем ангуль и кто там красный судим вот туда проникнуть я еще пока не знаю а давайте бегем таверне к алекштейна и кузнец тут есть кузнецу тоже надо с ним поговорить а потом к абигейл видим что скажет она про убитую женщину она и убила да кто такие выбор и ты видишь ах ты хрен ах ты чёрт вместо того чтобы купаться в деньгах торговом квартале я вынужден продавать свои товары в предместье о мы можем книги продать сколько у него нормально купили за 200 продаем за 40 получите так что у нас продают полевые растения мы уже читали так вот посмотрим книга освещает как мы почитали история мира интересно книга бакстрак читали читами сказки предания 50 монет байс кубе мэр сопряжение сверху не знаю что это химера не читали то что она чувствует лима интересно снова алхимии в описании собак волков надо забрать а теперь динамича посвящается паду гули вот они нам нужны гули тут цикловонные и то и то нам надо забираем все деньги все деньги позвали просто перспочтали так когда читаешь получается не так что на справок не поможет читали читали все мы прочитали вроде да и мы продаем просто взял за то что почитать и вернуть ну что так все мы все сбагрили да хорошо не повезло я тоже не могу попасть в город я уже целую вечность торчу здесь перед этими воротами подходи хочешь что-нибудь купить гладь меня среди бела дня давай что продаешь фактически кровь и до встречи так рита шапочка лучевая кстати я думаю уже так так давайте положим что-нибудь сапфир что мы можем положить давайте знаки саламандры положим головы мы сейчас продадим ведьме метелик на рту положим там три штуки надо он сказал нам так мы же еще с вами не ходили знаете что на кулачные бои господа там где мордают золотом стоп как-то идёт ты знаешь как я собираюсь вести дела в это мы уже слышали а чтоб на день и опухи нет идей по поводу того умер 5 лет назад во время резни время она серьезная сумма и удивишься насколько популярна эта игра в нее выигрывают и проигрывают целые состояния некоторые относятся к игре очень даже серьезно как мне вступить ну сразу вступить это же не секта но запомни одно профессионалы никогда не тратят свое время на игру с новичками ты можешь порекомендовать мне соперников с которых можно начать здесь да во первых воду он тут у нас неожиданно разбогател харен и микула тоже играют и я играю но здесь все мелкие сошки кроме меня конечно вы зима вот где играют когда я перестану считаться на пару раз выиграешь и я тебе пойдусь 3-4 игры и ты все сам итак нам надо поиграть ведь задание появилось да стоп 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 так что у нас тут драться хочешь один давайте поставить а если все поставить не стоп не стоп я считаю что давайте 25 монет не пойдет толстый фред какой то 5 кто не рискует тот не выиграл они на 5 монет играют получается по умолчанию так что там изначен персонаж как он ну что бы такая такая персональность понятно короче кулак какой то будет появляться на клик Дерешься как баба не так н таки брызги и крови как в индии сконкино просто у Дарина сломал лицо пол опять проиграл Этого можно было ожидать, вот твои деньги А с кем ты дальше? Толстый Фред Ну-ну, ведьмак Приветствую, здесь что, проходит какой-то турнир? Да, мы избиваем друг друга до полусмерти за деньги Звучит весьма увлекательно Если хочешь, чтобы толстый Фред тебе настучал по физиономии, покажи деньги Сколько? 25 аренов Че людям делать в средние века, вот, да, в поселке? Нет бы там строить ограды какие-то от собак, да, башни, возможно, лучниками там по ночам сидеть Они лопят друг друга до полусмерти, потому что нечем заняться Так, я буду участвовать, поехали Я буду участвовать Толстый Фред Я тебя убью Никакого вызова Страсть, как хочется врезать кому-нибудь Упал, толстый Фред Ладно, ты выиграл И что я получаю? Выбирай Водка, закуска, кольцо, золото Кольцо, золото, давай золото, наверное Не, кольцо, давай Кольцо Мне оно все равно никогда не нравилось Катерина, в то золото, пенят кольцо Страсть, как хочется врезать кому-нибудь Кому бы тут заехать, как следует Да, кто же достался? Уплачный боец, толстый Фред Слабый боец, слабый мы дрались Я жульничаю Да, давай Задницу мне надерет, короче Никакого вызова Держишься, как баба Будешь драться или смотреть Какой он? Держишься, как баба По ребрам, по ребрам Твоя взяла, чужак Забирай свои деньги И оставь меня в покое Вроде всех побили, да Самый сильный Нажимай, ничего не происходит Давайте ша не поговорим Как у нее дела местная гадалка по имени обигаил предложила позаботиться о нем не знаю правильно ли я поступила когда отдала ей мальчика какая-то странная я зайду к ним спасибо герой погнали это были подобающие похороны у него даже есть собственный саркофаг в таком случае я с чистой совестью отправляюсь в зиму забери меня с собой мне ну он продает золото всякое камни цветы стать кольцом можем кольцо 120 монет можем продать видите а так мы выбрали 25 погнали дальше кальштейн как хорошо что привел говорят тебе нужна кровь гуля а он хоть как не сидит только деньги вперед кровь нужна мне для опыта чтоб а ты всегда просишь у людей разрешение следовать их или произвести вскрытие конечно нет но ты же мутант научно усовершенствованы нечто неестественное это все объясняет не обижайся я просто полюбопытствовал нужна помощь ведьмака да прочитай объем даст так мы это выполнили получили сейчас бежим к нашей ведьме и опять ночью значит нам надо будет сходить кода это раз выполнить его задание поиграть кости кстати с ним с ним с микулой хоррена сейчас будем и кабе гейл ночью мы опять пойдем в склеп искать и гуля которую нам заказали убить без этого никуда нам нужны деньги деньги еще раз деньги и музыка классно советую как они стреляют просто в youtube и вбиваете там ведьмак 1 2 3 ночи 1 2 3 более такое не расслабляющим более такое ритмичное в первую просто сидеть и слушать включили там начался занимать своими делами классно так стоп 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 мы наверное что пробежали и прибежал посмотрел видит дом среднем векам медицины нет и посмотри что нам видимо нашу скажу чего ты хочешь продадим сначала так ежечки то же есть мы читали мечтами это вот за ночь мы нарезали голов на 150 монет шикарно чего ты хоть можно я кое-что спрошу спрашивай я вижу что ты приютил альвина думаешь я брошу в беде сироту к тому же у него есть потенциал ты о чем у него есть силы но не знаю сможет ли он их контролировать сейчас он спокойно спит после отвара который я ему на ночь даю как благородно мало кто возьмет в дом лишний рот по доброй воле когда придет голодная зима я его зажарю и съем наверняка местные так и думают они же считают что я чудовище а ты чудовище у всех нас внутри прячется чудовище откуда взялся зверь а почему ты спрашиваешь об этом меня я слышал ведьмы разбираются в магии ты прав но о звере мне мало что известно хотя я знаю кто мог бы тебе помочь кто парнишка по имени альвин он сильный исток и к тому же прорицатель он обладает знаниями которые нам никогда не постигнуть до тех пор пока он не выпьет одно из моих зелий это для него не опасно нет причин для беспокойства принеси мне лепестки пяти цветов игольчатого мирта и тогда ты получишь ответы на все свои вопросы мирт растет на окраинах деревни если ты не разбираешься в травах я могу предоставить тебе книгу о них за определенную цену все мы разбираемся чего ты хочешь преподобный считает что именно ты вызвала зверя а что считаешь ты пока ничего хочу услышать твою версию ха я здесь абсолютно ни при чем чего ты я принес лепестки игольчатого мирта отлично теперь приготовим зелье и как же оно готовится интересуешься тайнами ведьм я расскажу тебе рецепт если поклянешься забрать его с собой в могилу клянусь наклонись поближе слушай смешиваешь две унции трупного яда с горстью лепестков игольчатого мирта произносишь свое имя наоборот и три раза оборачиваешься через левое плечо плюешь в огонь и еще раз перемешиваешь зелье запутанно я всегда знала что магия ведьмы слишком сложна для мужчин дай мне пару минут и я закончу с зельем до встречи что дорогие друзья на этом все продолжим наше путешествие в следующий раз узнаем что нам скажет Альвин и будем искать наших удобцев всем спасибо всем пока пока